Творческая акция «Рисуют дети», стартовавшая 1 июня в Международный день защиты детей на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» подытожила результаты конкурса. 76 работ на тему июль 1944 года «Ясное небо над Брестом» теперь можно увидеть в одном из залов Музея обороны Брестской крепости. Экспозиция включает в себя работы детей из общеобразовательных, художественных школ и из-за студий Бреста и Брестской области. В чем важность этой акции? Мне кажется, что уже 16 лет мы ее проводим. Это доказывает о том, что она востребована, во-первых. Во-вторых, это прикосновение души ребенка к теме Великой Отечественной войны, к истории нашей страны, что вдвойне важно, потому что через такие акции, через свой рисунок, они пропускают через свою душу нашу историю. Возникает и чувство сопричастности к истории нашей, и чувство гордости за нашу историю, и горечи за те тяжелые утраты, которые понес наш народ в годы Великой Отечественной войны. Поэтому, мне кажется, это путь к становлению гражданином. Такие акции. Творческая акция «Рисует дети» посвящена 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Конкурсантам на выбор были предложены две номинации – «Освобождение», «Пролог Победа» и «Летопись войны в нашей памяти». В рамках акции проводился конкурс творческих работ «Здесь каждый камень – памятник героям». Юные художники, не участвовавшие в пленэре, имели возможность прислать в электронном виде работы с изображением родных мест, где во время Великой Отечественной войны шли бои. На данной выставке будет присутствовать 76 работ участников, которые принимали участие в двух номинациях. Это «Освобождение», «Пролог Победы» и «Летопись Брестской крепости». Но помимо этого, был еще и творческий конкурс. Здесь каждый камень – памятник героям. То есть дети, которые не смогли принять участие в акции, могли прислать свои работы заочно. Вот у нас таких работ пять. Тоже будут представлены на этой выставке. По итогам выставки у нас также напечатан буклет, и на сайте любой желающий может посмотреть онлайн-выставку. Каждый детский рисунок в выставочном зале наполнен переживаниями, болью и назиданием. Чтить память о погибших и сохранять мир на земле. Но и в каждом рисунке без исключения видна надежда на лучшее будущее и на то, что события страшного лихолетия больше не повторятся никогда. Символично, что открытие выставки состоялось в Международный день мира. Без умиления на картину саму 1 июня просто невозможно смотреть. Потому что, кажется, дети проживают, пропускают через себя. Кажется, что они очень хорошо понимают, что было 80 лет назад здесь, в Бресской крепости. Конечно, тематика подходящая под то место, где проходит конкурс ежегодно. Это акция «Рисуют дети». И это очень здорово, что с каждым годом ребят творческих становится все больше и больше. Больше становится желающих проявить свое творчество. Рисунки были выполнены в самых различных техниках, что значительно усложнило задачу выявить победителей. Ведь каждая работа по-своему уникальна. В каждом рисунке чувствовалась душа ребенка, сопереживание тем трагическим дням и осознание масштаба человеческой выносливости. По результатам акции члены профессионального жюри отметили дипломами и призами 19 лучших работ. Рисую я уже не первый год, 8 лет. На Планер первый раз пришла в 2019 году, то есть я тут на постоянной основе. Мне очень нравится рисовать в Бресской крепости, потому что тут прекрасная архитектура, живопись, хорошо передается красками. Рисовала я вот эту работу в плохих условиях, потому что погода не позволяла. Был дождь, ветер, все мешало, но вдохновила меня как раз и сама погода, именно как было небо устроено. Плюс события могли как раз подходить под эту тему и погоду. Воспитание патриотизма в молодом поколении позволит нам избежать ошибок прошлого. Ведь войны зарождаются в голове у человека. И как важно привить идею мира, культуру мира, творчество, чтобы существовало государство, в котором живет любовь. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.